Библия Библии Что же Богу нужно? Тема «А что же Богу нужно?» родилась из сферы моих отношений, взаимоотношений с людьми. Когда часто общаюсь с людьми, консультирующих, когда они проходят через трудности, обстоятельства, которые пришли к Богу по причине своих нужд и надеются на Бога ради этой жизни, у них создается впечатление «А что же Богу еще нужно от меня?» Встречали таких, да? Однажды смотрел фильм, и в этом фильме этот рыцарь, он делал работу, которую он был в Таплерерах, и много делал свою ответственность, выливал в более жестких войнах. И вот в конце идет дождь, он падает, и говорит, я это совершил, я это сделал, я отказался от всего. И потом Бог говорит, что же ты от меня еще хочешь? Многие люди, каждый из нас, мы проходим эту вещь, и мы задаем вопрос, что же Богу надо? И так, я прохожу сразу к моему первому пункту. Я не часто делаю это, но сегодня это исключение. Бог сущности ни в чем не нуждается. Мы запомним это. Бог ни в чем не нуждается. Богу ничего не нужно. Бог самодостаточен. Бог самосуществующий, то есть Он не нуждается в ком-то, в чем-то существовании, чтобы существовать самому. Мы зависим от Бога, и все творение зависит от Бога, но Бог не зависит от творения. Ему не нужно это. И Бог самоопределен, то есть Он знает, что Он хочет. Это мы еще не определились своими, куда нам идти, что нам делать. Бог ни в чем не нуждается. Как я уже говорил, тема меня подвинула на эту тему общение с людьми. Когда люди говорят, ну что же еще Богу нужно? Ну что Богу нужно? Но я не сказал вам, что в свои юношеские года я тоже был как все. Я как бы так тоже спрашивал, а что Богу вообще нужно? Почему я верю в Него? Что Ему нужно вообще от меня? Что Оно нужно? И если вы не часто были среди людей, которые имеют пророческий дар, то у вас как бы вопросы будут тоже существовать. И я помню, когда я был еще подростком, в молитве ходили пророки и говорят, Господь нуждается в тебе. Я спорил, я понимал, что если Бог всемогущий, то зачем я Ему нужен? Ну, в сущности, да. Если Бог всемогущий, зачем я Ему нужен? И внутри я был не согласен. И вот когда уже прошел библейский семинарий или школу, тоже в одном из таких вот служений у нас в общине там, и было слово, и было такое слово, что Господь нуждается в тебе делать работу. И я стал с ним спорить. Вот тогда, когда я уже прошел теологическое обучение, то есть теология и доктринальное положение отличаются друг от друга. Теология – это как слово зоология, биология, да, именно говорится о том изучении, то есть теоизучение Бога. И вот я начал с ним спорить, сразу мысль пришла ко мне. Ведь, ну, кто я такой, что он мне нуждается? Это сразу понятно, что если Бог всемогущий, самосостоявшийся, самоопределенный, и ни в коем не нуждается, зачем я Ему нужен? И этот момент, и вдруг я понимаю, что мне приходит местописание, и одно из них, это находится в Деянии Апостолов, 17 глава, 24 стих. «Бог, совершивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание все». Я сказал, Господь, вот это, вот это, это точно. Я уже, знаете, мне стыдно говорить, я начал спорить и говорить Богу, что Его идея, что Я Ему нужен, теологически некорректна. Я говорю, вот, видишь, Писание, ты сказал, теологически некорректно, и Господь говорит, я нуждаюсь в Тебе. И я начал думать, почему Бог все-таки нуждается в нас? Хотя мы понимаем, что Богу ничего не надо, понимаем, что Богу ничего не нужно. Но если вы будете со мной внимательны, я хочу показать вам принцип веры и действий в нашей жизни, где мы можем выйти на совсем другой уровень, в уровень взаимоотношений с Богом. Бог никогда ни в чем не нуждался, но Он что-то делает для того, чтобы говорить человеку, Бог сделал решение. Пункт номер два. Бог сделал решение, Он поставил правила, которые Он не хочет менять. Он нуждается в нас. Бог захотел, то есть Его суверенность, Его желания, они исполняются. Бог поставил в Своей жизни, Его жизни, которая бесконечна, принципы, правила, в которых, говорится, не нужен человек. Хотя Он не зависит от человеческой жизни, то есть от Его существования, не зависит от существования человека. Понимаете, да, Он самостоятельный, но при том, у Него есть принципы, за которые Он не хочет выходить. Бог не знуждается ни в чем. И можете записать эту фразу. Богу не нужны вы, чтобы существовать. Лично Я Ему не нужен, чтобы существовать. Чтобы Он существовал, Я Ему не нужен. И каждый из вас не нужен Ему, чтобы существовать. Но вы необходимы для того, чтобы сосуществовать с Ним. Мы необходимы Ему, чтобы сосуществовать. Есть разница. Существовать, это как бы утвержденное сосуществовать. Это нужно кто-то, чтобы что-то сделать. Другими словами, Ему нужно твое партнерство для того, чтобы совершать определенные дела тут на земле. Ему нужно твое партнерство, твое согласие, твоя кооперация, чтобы сделать Его волю, совершать Его волю здесь на земле. Многие думают, ах, мапитон, как будет, так и будет, ах, как дела там, типа. Если Богу угодно, Он же всемогущий, все сильный. Если Ему захочется что-то сделать, то пускай делает, ах, будет, как будет. Я хочу, чтобы вы перестали мыслить так. Богу необходимо ваше партнерство, чтобы исполнить Его волю в вашей жизни. Мы запомним это, а не нет. Нам необходимо это понимать, что хотя Бог независим, хотя Он самостоятельный, но здесь Он сделал решение, поставил параметры и принципы для того, чтобы человек мог зависеть от Него, и Бог помогал человеку через его партнерство, человеческое партнерство. В принципе, Ему все посильно, Богу все посильно. Вы согласны с этим или нет? Богу все посильно, но определенное им правило существует для того, чтобы помогать человеку достигать цели, Божьей цели здесь на земле. Другими словами, Бог действует тогда, когда ты действуешь, и когда ты работаешь, когда ты полагаешься и становишься соработником Ему. Писание говорит, что мы стали соработниками на Неве Божьей. Другими словами, Он делает и ищет себе работников, те, кто будет работать и производить Его волю. В принципе, все Богу возможно. Я хочу, чтобы вы вернулись со мной прямо изначально, из бытия. То есть, все как бы решить. Как все началось. Интересное одно место было в Писании, которое написано, Бытие 2 глава, 19 стих. «Господь Бог образовал из земли всех животных, полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку». Дальше. «Чтобы видеть, как Он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякому душу живую, то есть, человек имя, душу живую каждому животному, так и было ей имя». Интересная вещь. Бог сотворил все, Бог все сделан, а потом все привел к Адаму, человеку, чтобы тот, и посмотреть, как он назовет. И Адам, вот как назвал, гиппопотам. Гиппотеза Адама. Гиппопотам. И Бог смотрел на него, назвал так, назвал. Услышите, Бог, ну как бы задать себе вопрос, мог ли Бог каждой тваре дать имя? Так быстро. Он мог каждой тваре дать имя. Адам был гением. На самом деле, гением. Просто представьте себе, чтобы все количество животных перевести, Бог привел, и дать Адаму возможность назвать каждого животного по имени. У нас даже таких слов иногда нет. Понимаете, да? И этот гений был сотворен творцом, гениальным творцом, то есть тоже гением. Бог не мог создать себе глупого, безнадежного, типа такого раба или же робота. Бог, гениальный Бог, создает гения, чтобы можно было сесть с Ним и сказать, ты видишь, какой закат? И чтоб не было так, ага. Часто так бывает, да? Молодежь садится на берегу в море. И говорит, какой... Бог создает человека гениальным, неглупым и ненуждающимся каких-то еще дополнительных вещей. Вы понимаете, что он привел к человеку, а представьте другую картину. Вот этот негениальный сидит, ага. Ему говорит, сынок, вот это животное с длинной шеей. Это жираф. Ты запомнишь? Это жираф. А вот это лев. Опа, полетела утка. Вот это утка. Маленькая утка, а большие это гуси. Да. О, а вот это олень пошел. Вот, видишь, по-либо, большими рогами, широколистный олень. Запомни его, потому что вы, вы когда перестанете быть вегетарианцами, его убьете и занесете в Красную книгу. Не, 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 нет. Он дает человек, приводит человеку и говорит ему, твое дело, твой выбор. Но Адам кооперировал с ним. И было желание работать с Богом. Если вы услышите, о чем я говорю, что Бог сделал решение, именно сделал решение, для того, чтобы помочь человеку, он лимитирует себя, своей силе, для того, чтобы человек сосуществовал вместе с ним. Он живет по принципам, которые сам сделал, этот принцип, кооперация или соработничество с человеком. Это самое уникальное, что всемогущий Бог, существующий в этой вселенной, нуждается в тебе и во мне, чтобы быть близки, чтобы мы кооперировали друг с другом, чтобы его воля совершалась в нашей жизни, чтобы мы, люди, слушали его. Адам назвал животных с целью иметь владычество, как Бог и говорил. Потому что, когда человек говорит что-то, утверждает свою власть, называет что-то, он высвобождает власть, влияние, ответственность, которая потом следовала за ним. Потому что он взял ответственность за то, что произошло. Он назвал всех зверей, а потом стал владычествовать до определенного времени. Услышьте, многие люди пытаются владычествовать сегодня, имея погоны, не имея власти. Сегодня люди пытаются сделать что-то такое вот уникальное и чтобы за ним следовали. Я хочу вам сказать одну вещь, есть погоны, но нет власти. Есть, нужно иметь власть, которая вставлена в наш характер, в нашу ответственность. Мы, власть дается тогда, когда человек берет на себя ответственность. Люди слушают тех, кто исполняет свои обязанности. Всегда. Люди будут слушаться и следовать за теми, кто исполняет свои обязанности. человек обязательный всегда, это человек порядочный. Правда или нет? Человек, который имеет власть, он и обязанность, и исполняющий эту обязанность, за ним люди следуют. А этот человек, он порядочный, а порядочных людей можно всегда просчитать. Просчитать. Имейте в виду, если человек порядочный, ты будешь точно знать, что он будет делать. Если он говорит, что я буду в это время, ты можешь надеяться на это, просчитать, что он в это время будет. Если он сказал, что он это сделает, ты можешь прочитать и быть надежным, что он это сделает. И за таким человеком можно и желание есть следовать, то есть быть подчиненем, потому что человек, исполняющий свои обязанности. Он порядочный человек. Мы люди хотим следовать. Я буду увеличивать следующий уровень понимания того, что я хочу вам донести. И вот и самое интересное местописание, которое я видел, это местописание весьма серьезно. Откройте вместе со мной Марка 6 глава 5 стих и 6. Услышьте, о чем я говорю. Это идет в контексте того, что я говорю, что Бог не будет ничего делать, если люди не будут кооперировать с ним. есть Бог поставил себе рамки, правила, которые он не будет ломать. Марка 6 глава 5 стих и не мог совершить там никакого чуда, только немногих больных возложил руки и исцелил их. И дивился, не верю и потому что ходил по окрестным всеселением и учил потом ходил. творец неба и земли, у которого была вся власть. И что, говорит, мне дана вся власть? Да или нет? Ему дана вся власть или нет? Вопрос существует, он не исцелил. Разве он не мог исцелить? Но он не исцелил. потому что кто-то в толпе среди больных не кооперировал, не сотрудничал с силой Божьей. Сила Божья была между ними, находилась там, и она готова была высвободиться. То есть Бог желает и хочет и может исцелить, но не смог написано. Потому что было что? Неверие. Если здесь вера, вера без дел что? Мертва. Есть вера, вот я верю, что Господь есть Господь, Но без дел, то есть Бог жил, хочет, чтобы человек начал кооперировать, то есть работать вместе с ним, на основании Писания подчиняться Богу и получать этот ответ. И часто вот мы имеем желание иметь чудо. Кто и хочет сегодня иметь чудо? По здоровью и много не получается. Не получается. Ну Боже, ну как хочешь. Он говорит, я хочу. Ну как хочешь. Хочу. Ну как хочешь. и мочицы говорим, а что тебе еще надо? Десятины даю, молюсь, пощусь, не курю, не пью. Ну иногда там бывает, разгневался, кому-то послал подальше. Что еще надо? В трамвае, да, когда едешь на привоз. Он переполнил всегда, либо туда, либо оттуда. И понимаешь, что это не назвать, как есть паровоз в ад, да, этот, это у нас называется небольшая поездка в ад, на привоз и обратно. Уже вышел оттуда, значит, там церквей много там поставили, чтобы можно было выйти покаяться сразу после трамвая. Вы поймите, этот момент здесь очень важен, что Бог желает, чтобы мы имели кооперативное состояние, не имели кооператив танцы, а кооперировать с ними, с Богом. И это место такое очень важное. Нужно ли нам сегодня чудо? Нужно, но готовы ли мы принять все условия? Смотрите, еще одно место писания, интересное, о чем мы будем сейчас говорить. 1 царь, 17 глава, 4 стих. 4 по 11 стих мы будем читать сейчас. Выступил из Тана Филистинского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он был 6 локтей и 5. Запомните, у меня будет несколько цифр, которые очень интересные будут напоминать кого-то здесь, в этом мире. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйную броню. Вес брони его 5000 стеклей меди. Медные наколенники на ногах его, медный щит за плечами его, древко копья его, как навою каткачей, а само копье его 600 стеклей железа, и перед ним шел оруженосец. Как бы так, некоторые вещи такие интересные. на еврей враг означает сатан. Если вы не заметили, там есть некоторые цифры. Рост его был 6, если перечислить его обмодирование, количество обмодирования будет тоже 6, и вес его копья начинается 6 сотен. А мы знаем, враг это число зверя. подумали, он что, антихрист? То, что он против Бога был, это абсолютно точно, что он выступил против народа Божия. Но я понимаю, что люди с этой мысли, число 6, 6, антихрист. Но враг, он пришел или вышел, чтобы поносить Божье войско, то есть фактически народ Божий. И он начинает кидать вызов народу. И стал он кричать к полкам израильским, говоря им, зачем вы вышли воевать? Не филистимлянин ли я? А вы рабы Сауловы? Наберите у себя человека и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами, будете служить нам. И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И услышал Саул и все израильцы, израильтяне, эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Эй! Мы знаем, что у Бога есть принцип. Он говорит, я Бог Израиля, я буду посреди вас, я буду защитой твоей, Израиль, уповай на меня, и ты будешь побежден, побеждать, извините, я буду с тобой, я буду за тебя ротовать, повоевать. И вдруг здесь Израиль, как же не облажаться здесь, кидает нам вызов, а что делать? И страх пришел. Был ли Бог с Израилем в это время? Что же Он ничего не делал? Услышали? Послушайте меня внимательно. Есть момент такой интересный, почему тот, кто выходил против Бога, посрамлял Бога Израилева, который посрамлял израильтян, который просто всякими словами унижал их и говорил плохие слова? Почему Богу посреди ясного неба не произнести молнию, не сразить Его? Все бы познали, что Бог в Израиле есть. Ну, как бы идея это нормально, это правда? То есть Богу проявил свою силу, свою власть мертвый. запомнили? Бог сделал себе принцип самостоятельно, он не нуждается в человеке, чтобы существовать, но он нуждается в человеке, чтобы быть соработниками, чтобы производилась воля его здесь на земле. и Писание говорит, что я ищу человека, который готов стать в проломе. Бог ищет человека, который будет знать Писание, верить в него, верить в обетование, обещание его и соединиться с его промыслом или с его принципом, что он хочет помочь. Дьявол это знал. Если мы говорим, что этот филистимлянин похож на 666, враг, то дьявол знал и его устами говорит, я знаю, что ты делаешь для человека и через человека. И если твой народ струсит, не поверит, облажается, не будет доверять тебе, тогда я побеждаю, а мой воин просто возьмет твой народ, который ты так любишь, который ты так уважаешь, которого ты вывел из Египта, он теперь в страхе, и если он будет в страхе, он не будет тебе доверять, он не будет на тебя надеяться, и мы его возьмем в плен, и они будут нашими рабами. Наконец-то, вот теперь победа. И филистиллянг говорит, дайте мне мужика, который будет выйдет мне навстречу и повсеродиться со мной. Там был один юноша, который посмотрел на все это, а кто так не обрезанный, интересно, откуда он знал, конечно, что не обрезанный, непонятно, но понятно, конечно, что это с другой стороны. Кто это, поносит имя Бога? И у него поднялась ревность. И он говорит, подожди секунду, я знаю того, кто давал мне мои руки льва. Я знаю того, которыми давал мне силы, когда ягненка у меня забирали, я первый бежал, а Бог давал мне силу поймать и разорвать. Он берет камень, запускает его, и Бог делает как в футболе закрутил. Меняет траекторию. Там же была большущая мишень. Шесть футов высоты. Трехметровый мужик. Или там сколько? Два чем-то может быть. Не знаю. И Бог меняет траекторию этого камня и попадает прямо в глаз ему. Или в лоб его. Ну третий глаз ему сделал. Попадает ему в лоб прямо. Услышьте, Бог нашел человека, который знал его, верил в него, доверял и говорит, он кооперировал со мной. камень. что он взял этот трещу, запустил и она полетела. Этот маленький камень. Какой это Бог сделал свою работу, а Давид сделал свою работу. Мы когда говорим о том, что Бог сделал это обещание, мы понимаем, что Бог делает то, что Он хочет. Бог видел надежду и веру человека. Знаете, иногда, я думаю, все ли же, везде ли Бог был в сотрудничестве с человеком. Я хотел найти место, где Бог был самоуправленный. самостоятельный, где Он сделал решение самостоятельно вместо людей. Ни с кем не советовался, никто ничего не просил. И своей властью это все сделал. Искал, искал и вдруг нашел. И помните, я проповедовал на тему два года назад о Пасхе. Вторая Пасха, второй шанс. Помните, да, Эзекиа, который делал. И там было интересное место. Там несколько мест писаний, которые в разных местах описываются из Библии. Там есть момент, где Бог посылает ангелов и уничтожает 185 тысяч воинов на утро. То есть вечером они пошли спать, все утром просыпаются 185 тысяч человек умер. вот здесь, конечно, Бог, кто тебе помогал? Никто. Ты же послал ангела. Боже, кто тебе сопутствовал? Кто согласился, что ты будешь так вот уничтожать таким образом, выходить навстречу? И как бы в своем сердце думаю, да я почитаю, но не буду грешить. Почитаю дальше. И знаете, что я нашел? Местописание, которое очень и очень интересное. И послал Исайя, сына, сына Амоса, к Езеки, и сказал, так говорит Господь, Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Синахи Рима, царя Ассирийского, я услышал. И сказал, что, Боже, я сдаюсь. Другими словами, кто-то участвовал и согласился с Божьим планом, который у Бога был относительно Победы Израиля. Кто-то провел время в молитве. А если посмотрите, какая там была молитва, Езеки поднял лист и начал зачитывать перед Богом и напоминать о том, что Бог обещал до этого. И фактически говорит, Боже, мы только в твоих руках, ты знаешь, что нет другого выхода. Ты услышишь меня, Господь, мы твои дети и все, что мы сотворили, все, что мы сделали и все, что они делали, сопутствовало победе Бога выйти навстречу Израилю. Другими словами, люди, которые участвуют в Божьем деле, в кооперации с Богом, в сотрудничестве с Богом, они получают победу. Бог не будет делать иначе. Бог принципов своих ломать не будет. Другими словами, кто сделал нечто, что сделал этот человек, который молился, он только преклонил колени перед Богом и он подключился к заветному отношению с Богом, которое Бог сделал с Израилем. Он присоединился и стал в проломе за народ. Знаете, что страшно в сегодняшнее современное с христианством, что люди кидают вызов Богу. Что еще тебе надо? Я шашки, шахматы я не люблю. Это не мой вид спорта. Я немножко экстремант, экстремал. Но иногда где-то в поездках и так далее. Моя жена любит в шашки играть. Не было ни разу, чтобы она не выиграла неумение. Она вся у меня выигрывает. Я поддаюсь, конечно. Не, она молодец, молодец. Знаете, в шашках и в шахматах есть интеллектуальная мысль такая. Знаете, постоянно. В шахматах и в шашках тоже самое. Там интеллектуалы еще те. там можно быстро победить, а можно быстро проиграть. Раз, 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 и за одним ходом все шашки уже нет. Но идет там первый ход. Поставил, и ждешь, когда следующий будет. А когда человек еще задумался, другого поставил, и ждет другого. И ты говорит, ну что, твой шаш, твой, твой, твое действие. твой шах. Сегодня христиане, они ставят Богу условия. Боже, я жду, я жду, когда ты будешь действовать в моем бизнесе, в моей семье. Я еще не женатый. Что ты будешь делать? Я не замужем. Ага. что ты будешь делать? Твой ход, Боже, твой ход. Я жду. Я жду. Я плачу, я даю, я молюсь. Что происходит? Они обижаются на Бога, который может сделать все. Другими словами, в нашем разуме есть понятие, что Бог может сейчас все сделать. Вот все сделать. Выйти на улицу, опа, миллион. Поднимает, только под землю оторвал, уже этот долгист. Ну, так бывает сейчас, люди выигрывают сначала лотерею, много денег, а потом становятся должниками всем. Это уже азарт начинается, да? момент здесь очень интересный. Бог может, мы верим, что Бог может сейчас мгновенно проявить свою силу это сделать, прямо сейчас, но не делает. Не делает, потому что у него есть принцип работа с человеком, для человека и через него, для того, чтобы его воля исполнилась. Мы не получаем, потому что не просим. А если просим, просим на что не на добро. Потому что мы не знаем, что мы хотим. Но мы думаем, что мы вы не проблем. И мы говорим, вот сейчас мне нужно чудо. Боже, мне нужно чудо. Я согласен, что тебе нужно чудо. Поработай со мной немножко. Почитай писание. Боже, если начать писание, это три года займет, а мне уже ответ сейчас. даже если я буду читать день и ночь, займет минимум полгода, а мне нужно сейчас, выход сейчас, Боже, нужно делать. Услышьте меня правильно. Бог принципов своих поступаться не будет. Что вы вам там не говорили, харизматически какие-то там прибамбасы, там, провозглашай, там, и все сойдет вниз. Все произойдет так. А я говорю по-другому. Начните работать с ним. Сотрудничать с ним. Слушать его. Садиться и исследовать писание, что он будет говорить, каким он был тогда. Исследуйте писание, ибо вы хотите иметь жизнь вечную. Исследуйте. Хоть остановитесь на путях ваших. Разберитесь. Узнать какой путь древний. Исследуйте им. Но нет. У нас как в микроволновке. Успел поставить, нажал на 3 минуты, и пицца готова. Мы хотим, об огонь тьму. У меня достаточно энергии, у меня достаточно силы, чтобы это все изменить, чудо сделать. Я это могу, но не буду. Принцип для человека только на условиях, если человек будет с ним сотрудничать. Только на этих условиях. И мы знать должны волю его. Поэтому мы говорим, пускай воля твоя будет там, на земле, как на небе. А в чем его воля? Это страшно, когда люди смотрят и говорят, ты мне должен. Ты должен изменить мое служение, ты должен изменить мою семью, ты мне должен. Бог никому ничего не должен. Он может все изменить. И мы говорим Богу, твой ход. Он говорит, я свой ход сделал. Я открыт, чтобы изменять. Я хочу, чтобы ты сегодня сделал ход ко мне. Третий пункт, и я на этом заканчиваю. Мы подходим к этому третьему пункту. А ты решил, что тебе лично нужен Бог. Бог решил, что Ему нужен ты. Он поставил это в рамках. Мне нужен человек. Хотя он независимый. Он сказал, мне нужен человек. А мы сегодня решили, что нам нужен Бог. Для тех, кто еще не верующий, понятно, что вам нужен Бог. А для тех, кто уже верующий, давно стали верующих, приходят в общину, мы решили, что нам лично нужен Бог в нашем доме, в нашем бизнесе, в наших отношениях, в нашем служении, решили ли мы или нет. Есть три подпункта, которые я сделал для вас, для тех, кто уже давно верующий, которые не определились. Нужен им Бог, не нужен им Бог, а что будет, то будет. Первое. запомните, Бог никогда не будет делать твою часть, которую ты должен делать. Здесь на земле. Бог никогда не будет делать за тебя то, что ты должен сделать. А каждый человек знает внутри, что он должен сделать. Если бы я спросил сегодня если через пару часов вы знали бы, что вы умрете, и через пару часов вы встретитесь с Богом, что вы бы сделали? Что бы вы сделали? Я задаю очень серьезный вопрос. если вы знали, что через два часа ваше сердце остановится и у вас будет встреча с Богом, что бы вы сделали за эти два часа? Я бы ничего не делал. Лично я? Я бы ничего не делал. Я бы ждал бы. Я бы сидел бы и пел бы песню. но вы ответили то, что вас беспокоит. Вы ответили то, что вы не сделали. Вы слышите? это значит, что нужно это творить сейчас. Бог никогда не будет делать вашу работу. Никогда. Он говорит, я готов излить свою силу. Я Бог всемогущий. Изливаю свою силу. Я могу сделать сейчас. Но от тебя требуется твоя часть. Петр Николаевич, который у нас получил исцеление, болел 20 лишним лет. 25 лет болел тропической язвой. Хотя он говорит, что за меня просто молились, и я как бы так не верил все. Но знаете, что он сделал? Его спрашивали, хотите молиться? Он говорит, я хочу, я готов. 25 лет страдал. Ты хочу. Я понимаю, но вот даю себя на молитву. Он был готов. Он кооперировал с Богом. И каждый раз когда спрашивали, я готов. Я хочу. Они говорят, да что молиться там уже. Бенихин молился, Мунтиан молился, пастор молился, бабушка молилась. Да ничего не помогает. Бог никогда не будет делать твою работу. Вот она с ним как девушка, которая пришла в детский сад работать верующая с церкви харизматической. Не в обиду всем церквям, как бы я говорю, ко всем, кто верит, сверхъестественная. Пришло ребенок в памперсах укакался. Она подходит к нему и такой господи помоги поменяя этот дайперс. И в ответ простое слово я господь и нет мне перемен. То есть я решил, что я не буду влазить в твое дело здесь на земле. То же ты должен сделать, то же сделать, поменять памперс. просто. Сколько у нас таких ситуаций в общине, в семье и так далее. Все говорят, Боже, поменяй мою жену. Бог говорит, подожди, я готов. Знаешь как? Очень просто. Улыбнись ей. Твою работу, сделай свою работу. Когда сделаешь свою работу, я положу на ее сердце улыбку. Я положу на ее сердце, что она тебя поцеловала, сказала, какой ты хороший. Я действительно поменяю ее. А? А так много вещей есть. Боже, у меня невыносимый хозяин бизнеса. Это просто жах какой-то. Это человек страшный. Боже, поменяй его, сделай его христианином. христианином. да, Боже, Бог может возить христианином, но теперь уже будет двойной ужас тебе. Христианский ужас. Как многие говорят, лучше бы ты не спасался, лучше бы ты был прежним. Потому что Бог говорит, сделай свою работу. Кто крал, впредь не кради. Кто матерился, то есть закрой свои уста. не матерись, изменись. В твоих руках есть сила. Относитесь друг к другу с любовью, с нежностью. Чтоб я тебя не видел здесь уже. Бог говорит, я хочу, чтобы ты делал свою работу. Господи, у меня нет отношений здесь вообще. Эти люди, эти лидеры, они просто меня съедают здесь и так далее. Бог говорит, подожди, сделай свою работу, а я расположу их тебе. не ковыряй так. Не пили сук, на котором ты сидишь. Больно будет. Первое. Бог никогда не будет делать твою работу. Второе. Ваша часть, ваши действия никогда не будет сверхъестественной. Слышите, нет? не думайте, о, я ходячий пророк. Я ходячий исцелитель. Не трогайте меня, сила уходит. Первый вопрос, что ты накурился сначала? Есть такие кадры, да, которые приходят иногда? Очень просто. Бог говорит о Моисею, Моше, что так испугался? Он говорит, конечно, что испугался? Еще идти в Египет. Он говорит, нормально, брось свой посох. То, что ты вчера, от этого дня ходил, собак отбивал, вырезался, делал эти все года. Сколько лет прошло изгнание? Уже 40. Кинь его просто. Он кинул. То естественно, да? И тут раз змея, тихо, 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 тихо. И все говорит, а как его, типа обратно, как его? Естественно, как всех змей, берешь за хвост. Сверхъестествен вот ничего нету. Другой момент. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. что сверхъестественного возложения рук? Ничего, потому что это не ваше дело исцелять. Ваше дело с работником быть Мессией. Верить Его Слово. Доверять Его. Сделать свою работу. Господь, я поступил, как Ты сказал. Сверхъестествен ничего нету, я помолюсь за Тебя. Бог ищется работников сегодня в вашей вере, в вашей жизни. И последнее. Бог будет от вас треповать всегда первый. Ваш ответ, то есть ваше действие всегда будет первым. Почему? потому что он все сделал. Он все сделал. Две тысячи лет назад он все сделал. Об этом пишет Исаия, который жил во время первого храма. Он все сделал. Поэтому все, что приготовлено, твой шаг будет первый всегда. твой шаг будет поверить в него. Твой шаг будет не быть сверхъестественным. Не думай, что ты из галактики какой-то ангелом появился. Не думай, что ты Христос. Не думай. Не думай, что это Давид. Оставьте все синдромы Иерусалимские. Иначе это окажется где-то там в сумасшедшем доме. Будьте естественными. И вот эта природа, которая у вас есть, когда ты доверишься Богу, сделаешь первый шаг. Первый шаг сделать, читать Библию. Первый шаг идти в общину. Первый шаг идти на примирение. Первый шаг всегда будет твоим. Если ты хочешь видеть Бога в действии. От обращения ко всем, те, кто сейчас смотрит нас по интернету, те, кто будут смотреть в записи, Бог всегда будет требовать от тебя первый шаг. Первый шаг. Почему? Потому что он все сделал. И хотел, чтобы мы сейчас стали наши ноги. И если это слово сегодня каким-то образом смогло проявить свет в вашем хождении с Богом, ваши вопросы, что Богу надо, если я смог помочь вам выйти на следующий уровень веры каким-то образом, давайте мы сейчас в этом время поклонения просто доверимся Ему. Доверимся Ему, сделаем этот первый шаг, сказать, Господь, кто я, что ты так возлюбил меня, что заставило Господь тебя сделать это решение, всемогущий, весь исущий, бесконечный Бог поставил сам себе правило любить человеком, правило отношений с человеком, правило помочь человеку, но не так, чтобы сломать или разбить, а чтобы человек открылся для него, начал сотрудничать. Сегодня время, время сотрудничества с Богом. Нивы побелели, посмотрите, во всех территориях нашей жизни Нивы побелели, финансов Нивы побелели, наших семейных отношений с Нивы побелели, евангелизационным побелели, отношениях побелели, и Бог говорит, я ищу себе заработника, которые захотят исполнить мою волю, работая со мной. Это его принцип, это он желает сделать. Я хочу, чтобы узнали, что Бог есть, Бог милости. Он может сделать сегодня чудо. Он может его сделать, он может его сделать, но его не сделают, если мы не будем соучастники того, той атмосферы, которую он создает вокруг нас. Аминь. 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 Ищу о благоданности